Тандем приближения к прекрасному в сопровождении велеречивых причастных оборотов с режиссированных мизансцен и обмена энергетикой сродни забытому черно-белому документальному шедевру Павла Когана «Взгляните на лицо», где жители советского Ленинграда в середине 20 века впивались взглядами в Мадонну Литу да Винчи, гостившую в Эрмитаже. Это уже из разряда классики, которая была во все времена доступной. Портреты самых разных людей, среди которых есть величинные владыки прошлых времен и самые простые люди. И это возможность очень интересного, дарящего самые разные впечатления общения. Вглядываться есть в кого и подолгу. Заполненная атмосфера пяти залов Эрмитажного центра сегодня располагает к неторопливому знакомству и позволит уйти с просветленным взором. И в черно-белом и цветном изображении Виталия одинаковое чувство. Самую большую ценность представляет коллекция римского портрета, потому что весь этот зал состоит из шедевров. Мы редко в таком количестве, собственно, никогда их не отправляли. Целый зал – это всемирная известность, культурные портреты известных императоров. Филиппа Раб, Люти, Вер, это супруга Корнелия Солонина, супруга императора и так далее. Мы предложим любовь на берегу Пасифика. Среди Эрмитажных проектов этот может запомниться и лиц с неясных выражением, и поисками «Собственно, я», предлагаемые эпохами-обстоятельствами. Тут уже предки из медийного пространства нескольких столетий явно держат верх. Люди всегда обожали листать и мечтать. В любом сплетении эпох человеческий труд оценивался по заслугам. В величественном обрисе представителей разных сословий. Когда-то они навещали этот мир. Дмитрий Пиаваров, Дмитрий Рженко, Телеканал Эфир.